Про многодетность. Надо ее стимулировать, не надо ее стимулировать. С одной стороны, конечно, семьям, где есть дети, помогать надо. Это безусловно. С другой стороны, получается, что все пособия, которые сегодня выплачиваются, они отдаются тем семьям, которые уже много-много-много нарожали. И если на каждого ребенка платить какие-то серьезные деньги, то самая высокая рождаемость находится на Кавказе, она находится в Ямало-Ненецком округе, в Хантамансийском округе, где, в общем и целом, стимулировать ничего не надо. Люди как-то сами справляются с этим делом. Что кавказцы научились стимулировать рождаемость, что, в общем, достаточно неплохо получается и у нас на севере. Кстати говоря, там тоже все больше и больше выходцев с Кавказа. А вот там, где это надо делать, там, где очень низкие всякие разные показатели демографические, там надо что-то выдумать. И, видимо, там надо стимулировать это так, как это делают американцы. Американцы все время, что бы они ни показывали, везде между ногами бегают дети, везде семьи с двумя, с тремя детьми вообще, истинный человек, он только семейный. С другой стороны, зачем нам огромное количество неподготовленных к жизни в постиндустриальном обществе детей? Надо ли нам такую огромную армию, на которой мы всегда ориентировались? Ориентировались, потому что детей всегда говорили, рожайте, рожайте, потребуется много солдат. Сегодня солдаты в их количестве ничего не решают. Сегодня воюет техника. До сих пор почему-то в армию не берут с плоскостопием, потому что предполагается, что солдаты ходят в огромные, большие пешие походы. Мы готовимся всегда предыдущего века войнам, тогда, как сегодня при помощи беспилотника воюет один человек, у которого минус три на оба глаза, потому что он с детства воюет в компьютере, и дальше он пересаживается и начинает управлять этим беспилотником. Надо корректировать что-то, с одной стороны. С другой стороны, когда людям удастся решить все свои технические проблемы с заработком денег, они займутся семьей. Так думают американцы, так будем думать и мы лет через день.